Тринадцать пятьдесят пять. Начало сентября. Делюсь впечатлениями о винограде. Вот эта ветка соседа зашла ко мне в палисадник. Это будет хороший. Ведра три вырву от соседской лозы. А вот это моя лоза. Правда солнце. Никакая. Просто высыхает и все. Такой вот весь виноград. Я так понял, просто лоза старая. Так понял, просто все со временем стареет. Как и яблоня перестает давать плоды. Я так понимаю, так же точно и виноградная лоза. У соседа помоложе. Вот и весь, я так понял, секрет. Сажать новые виноградные лозы. Садить, сажать. Вот так. Вот так. Так вот. Показываю. Показываю с улицы. Вот, я так понимаю, это старая лоза, которая, я так понял, служила не только моей бабушке, но и, я так понял, в прошлом, в прошлом хозяином. В прошлом хозяину этого дома. Покажем с улицы. Хмелью заросло. Вот. Наглядно видно. Растет треснутый. Здесь немного, немного ценных свойств. То есть уже лоза подходят к концу своего существования. Вот это вообще никуда не годится. Зарождается, как бы по дающим надежде, но уже не то. А вот это в моем палисаднике лоза соседа. У нас это же совершенно другое дело. Глаза покойного, моего покойного соседа. Друга моего. Ну, тем не менее, из его двора есть кому собрать. Хата сейчас и пустует, но собрать есть кому. А я ведерко 3 соберу из того, что пришло в мой палисадник. Вот, вот так. Вот что я могу сегодня сказать. Такие дела. Такие дела. Ну что ж, пошла вторая половина сентября. Вот, в данный момент я покажу будскую яблоню. Сначала я уже показал будскую яблоню. Вот здесь на этом месте росла когда-то груша. Вот тут был пенек. Уже даже и пенька нет. Заросло даже и не видно, наверное. Камера не взяла этого дела. Так, там груша росла, от которой даже и пенька не осталось. Ну а вот, вот будская яблоня. Уже очень-очень старые. Что я могу показать, если получится, конечно. Если, конечно, получится все уловить уже вечерок, скажем так. Но я думаю, что-то получится. Вот, практически все яблоки уже гнилые. Кое-что еще собрать можно, но в основном основная масса яблок уже. Гнилье растет. Растеть. На месте вот этой абрикосы росла когда-то еще одна груша, которую попозже срубили. Здесь еще остался пенек. Дерево, как говорится, дерево не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Это я в Евангелии прочитал. Вроде бы, вроде бы все показал. Он тут в этой любительской видеокамере маленький экранчик. Трудно рассмотреть, что оно берет, что оно не берет. Тем более, вот таким вечерком. Вечерком в пол шестого. Во второй половине сентября. Ну, что я хотел сказать. Что я хотел сказать. Точно так же и вырождается человечество. Да, человечество точно так же вырождается. Да, вон там. Там малина тоже когда-то выродилась. Вот здесь растет новая. Все. Все в этой жизни. В этом измерении, как биологический вид, смертно. И всему в свое время придет конец. И придет время, вообще этому измерению настанет конец. Либо раньше, либо позже. Искра. Искруха. Искруха моя, Искруха. Мать, мать серого решила отдохнуть. Искра. Вот такой под гусиным навесом, пока гусей нет. Мать решила отдохнуть от всего. На этой оптимистической ноте, пока заканчиваем сегодняшний видос. Мать. 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 Мать.